привет ребята всем любви добра и счастья с вами ламповый душевный и как всегда живой подкаст сегодня у нас новый выпуск 101 выпуск на канале подкастов и первый выпуск нового сезона а также правильно мне подсказывайте мои дорогие сегодня 1 декабря первый день зимы пришла календарная зима и у меня это мое любимое время года не знаю может потому что я родился зимой а может все-таки у меня есть какие-то нордические корни и не просто так я интересуюсь мифами легендами скандинавии истории викингов и скандинавская музыка мне очень прет в любом случае если вы любите зиму также как и я то обязательно подпишитесь на канал и напишите в комментарии за что вы любите зиму а сегодня наш первый зимний выпуск должен быть максимально атмосферным поэтому он будет посвящен шведскому проекту люстра который переводится как сияние вы просили и мне самому было интересно поскольку я люблю послушать эту крайне холодную и атмосферную музыку зимним вечерком сидя дома или идя по улице любом случае устраивайтесь поудобнее укутывайтесь плед заваривайте чаек или кофе и мы начинаем и конечно же не забудьте вот эти все ритуалы подписаться поставить лайки и обязательно долбаните в колокольчик ссылочка на донаты в описании мы начинаем проект люстра что в принципе переводе с английского означает сияние вероятно имелось ввиду северное сияние был основан шведском городе эстерсунд осенью 2008 года музыкантом под псевдонимом нахтсайт настоящее имя его хендрик сундинг музыку этого проекта сразу отличало довольно оригинальное звучание и неторопливый безмятежный эмбиент атмосферы black metal с редкими вокальными вставками будто вводит слушателя в транс но несмотря на то что песни люстры многословны в них нашлось место темам природы тьмы мистики и даже духовности первый релиз он же миньон под названием serenity выходит в ноябре 2008 года затем хендрик записывает и дебютный полноформатный альбом который получил название night spirit его релиз состоялся 24 мая 2009 года на лейбле де тенебрарум принципио 30 сентября этого же года собственными усилиями музыканта был община однотрековая демо сези black вайл и в декабре люстр разродился еще одним миньоном welcome winter второй полноформатный альбом a glimpse of glory увидел свет довольно скоро уже в сентябре 2010 и далее хендрик берет небольшой перерыв после чего подписывает контракт с лейблом nordvis который в апреле 2012 года выпускает третий миньон под названием of stanks and solace за два года у музыканта накопилось достаточно материала чтобы выпустить следом за миньоном полноформатник zey evoke to the scant of spring релиз этого альбома был намечен на май 2012 и именно тогда он и вышел в течение своей активной музыкальной деятельности музыкант принял участие во многих проектах он исполнял ударные партии в гипотермии принимал участие в группе dorseng ну кто уже в качестве ударника а также басиста и гитариста также совместно с дориас на сайт играл на гитаре и исполнил роль вокалиста в группе life neglected настоящее время его еще называют нордан ну как никнейм пишет музыку в группе мортем панту хуману и тысяча десятом году музыкант познакомил слушателей с дебютной работы своего нового проекта star lead который выполнен в ключе люстры но имеет более эмбиентную основу в недавнем времени стало известно еще об одном сайт проекте он называется last hearses прошлой зимой 2010 года я сделал несколько dark ambient рисовок основываясь на песнях льда и пламени серии книг джорджа мартина заранее знаю что собираюсь делать и что кстати удивительно мне это понравилось тем не менее я написал мини альбом под названием of ice который содержит два трека the wall и the haunted forest проект получил название последний очаг я как бы так сказать помню как потратил пару ночей ходила слушал этот материал зимой мысльно и чувственно понимая что это был отличный саундтрек зиме и надеюсь вы будете чувствовать то же самое эта музыка посвящена темным морозом северных районов вестероса так музыкант характеризует творчество своего нового проекта и за время существования коллектива он выпустил уже десяток работ не ходит конечно же демки полноформатники компиляции и пишки даже синглы он выпускает и буквально вот недавно в конце августа начало осени этого года он выпустил очередной альбом который был очень тепло встретен слушателями критиками и вообще я бы сказал что музыкант довольно сильно вырос творческом плане в плане качества звука и сложности композиции видно что мужик вкладывает душу в то что ему нравится а сейчас небольшая музыкальная пауза я предлагаю вам послушать свой любимый трек из творчества люстры а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 аккордов, которые заставляют меня что-то чувствовать, или скорее все мои композиции являются результатом моего текущего эмоционального состояния. Кто же знает, как это работает, верно? Для меня важно то, что это происходит в момент, когда у меня есть сильная воля, точнее даже желание и потребность творить. Также важно, чтобы материал действительно резонировал со мной, все остальное имеет второстепенное значение. The Ashes of Light был выпущен лейблом Nordwest Production в апреле 2020 года. Как уже упоминал музыкант, все это было написано в течение нескольких дней, что само по себе весьма примечательно и необычно. Тем не менее, на заре проекта новый альбом Люстры обычно занимал еще меньше времени, точнее работа над ним, чем не только на сочинение, но и в принципе на запись. Это правда. Правда, что первые четыре или около того альбомов были задуманы и закончены где-то за 2-3 дня. Но имейте в виду, что структура песен невероятно проста, и находясь в этом таком редком настроении духа, сидя с гитарой на коленях, это невозможно остановить. Это просто накатывает волной. И однако в наши дни я не так эффективен. На сегодняшний день у меня есть несколько более приземленных таких мирских дел, чем просто музыка. Это, например, кофе и снюс на самом деле нет. А также завершение нового альбома обычно занимает пару недель. Хотя я часто жалею, что не могу не спать всю ночь только для того, чтобы записать 20 минут искаженных гитар, пропитанных слишком сильной реверберацией. Я сомневаюсь, что когда-либо смогу приблизиться к религиозному опыту. Опыту таких коллективов, которые по-настоящему титаны в своем деле и которые творят музыку в цитадели своего творчества. Именно этот такой, я бы сказал, оптимизированный подход позволил музыканту поддерживать такой усердный темп выпуска альбомов не только в Люстре, но и ряде других сайт-проектов. Придерживаясь текущего проекта Люстра, который появился в 2008 году, этот проект ознаменовался выходом Ипишки Сиренити. В то время, как говорит музыкант, я хотел все делать сам. Поэтому я пошел в небольшую мастерскую по тиражированию компакт-диском в своем родном городке и напечатал что-то около 150 экземпляров за свой счет. Несколько месяцев спустя я написал и записал дебютный полноформатный альбом Night Spirit, который был выпущен итальянской студией De Tenebrarium Principio. Затем тот же лейбл выпустил два последующих альбома, а также несколько других записей Люстры. В конце концов, я связался с Андреасом из Nordwiz, что переросло в принципе в благотворное сотрудничество, которое продолжается уже почти 9 лет, а на момент, когда мы с вами изучаем это интервью, уже 11 лет. Я бы описал Люстры, как говорит интервьюер, как лоу-фай и минималистичный black metal с клавишными, играющими заметную роль в звуковом ландшафте. Гитара и вокал используются почти как фоновая атмосфера. Я чувствую, что здесь царят духи философии и, я бы сказал, даже призыва, предположительно смешанные с различными неметаллическими такими веяниями. В принципе, это было бы правильно, как говорит музыкант, хотя группа других, ну как бы метал-коллективов, также вдохновляла то, что стало известно как Люстры. Я считаю, что атмосферный аспект в основном заимствован из black metal в целом, ну и я бы сказал даже от бурзума в частности. В основном это сильно мелодичный эмбиент, Люстры, а также мой способ, написание мелодий, которые могут прийти откуда-то еще. Моя личная, я бы сказал, такое дилетантское понимание шведской музыкальной традиции заключается в том, что она особенно мелодична, что, вероятно, как-то и повлияла на меня. Возможно, свою роль сыграли и мои личные склонности к сентиментальности. Кроме того, я легко впадаю в ностальгию. Группы, которые я слушал, слушал в детстве, иногда сейчас переслушиваю, неизбежно повлияли на то, как я воспринимаю музыку на сегодняшний день. И пересмотр этих работ все еще вызывает что-то глубоко внутри меня. В наши дни я крайне редко нахожу песни, не говоря уже о целом альбоме, которые по-настоящему трогают меня. Однако, когда бы это ни случилось, я могу слушать это до тошноты, реально до блевотины, и крутить кругами месяцами один и тот же трек. Такие открытия могут влиять на мое настроение на фундаментальном уровне в течение нескольких недель. И полагаю, это одна из причин, почему я выбрал такой минималистичный подход к своей музыке, чтобы реализовать свою идею, которая не должна потеряться. Небольшое замечание от редакции. Музыкант о новой музыке, редко оставляющей большой след, говорит, что она не является редкостью. Когда дело доходит до андеграундного металла, кажется, что записи, которые слушали в годы становления, часто ассоциируются с таким тяжелым чувством ностальгии, что невозможно дать им достаточного сравнения с музыкой без таких эмоциональных связей. Дальше рассказывает музыкант. Я родился в 1986 году и могу подтвердить, что альбомы, которые я слушал примерно в то время, когда я впервые открыл для себя black metal, это были альбомы коллектива Burzum, Dark Throne, Imperer и Dissection и так далее по списку. И они имеют для меня огромное влияние. Почему именно так трудно установить контакт с новой музыкой? Довольно интересный вопрос. Я часто задаюсь им, и в какой степени это связано с общей неспособностью к глубокому познанию нового и новому опыту после определенного возраста, и в какой степени проблема связана с самой музыкой, я не знаю. В принципе, я склонен полагать, что основная ответственность лежит на первом. То есть я не могу полностью избавиться от ощущения, что в этом должно быть что-то больше. То есть связь все-таки стремление к новому и возрастам есть. И существует так много новой музыки, что 99,9% из нее не вызывают у меня абсолютно вообще никаких чувств. Она плоская и она шаблонная. Но с другой стороны, именно это делает столь же правдоподобным предположение, что проблема во мне, а не в самой музыке, по той причине, что это все вкусовщина. Возможно тот факт, что Nachtside сам является полуизвестным музыкантом, хотя и в контексте андеграуна, black metal может быть дополненным фактором. Может в этом и есть причина. Я знаю многих музыкантов, которым не нравятся новые группы и их собственного жанра, хотя немногие из них открыто признаются в этом. Но ты прям откровенно говоришь как есть. Знаешь, честно говоря, я не верю, что участие в какой-то там black metal сцене или какому-то еще имеет к этому какое-то отношение. Я часто думаю про себя, что я бы сделал практически все, чтобы найти какую-нибудь довольно свежую группу или проект с альбомом, или еще лучше с целой дискографией, чтобы я мог вникнуть. Но я продолжаю разочаровываться и в конце концов прибегаю к прослушиванию одних и тех же старых записей, которые, как мне кажется, максимально трушные и которые мне очень нравятся. Другим аспектом может быть то, что я по большей части борюсь с поиском пути назад к магии, который для меня всегда является black metal. Относится ли это к моим чувствам и воспоминаниям о первом знакомстве с жанром около 20 лет назад или к периоду моей жизни, когда я написал и записал первый материал для люстры? Я хочу сказать, что трудности с получением правильного ощущения при попытке найти новую музыку не должны вызывать удивления, когда ожидания почти недостижимы. А что еще вас вдохновило и повлияло на вашу музыку? Я бы сказал, что природа Северной Швеции, в окружении которой я вырос, вероятно, была главным немузыкальным источником вдохновения. Посмотрите, как она прекрасна. Отношения даже с другими людьми и в отличие от этого необходимое одиночество, тесно связанное с творчеством, это то, что я определил как движущую силу того, что я делаю и почему. Хотя это, возможно, и не было напрямую включено в мои художественные работы, что определенно вдохновило и побудило меня творить в первую очередь. Это может показаться банальным, но именно такие ответы я получаю снова и снова, задавая себе эти вопросы. Но я предполагаю, что природа также является и источником вдохновения для вашего тематического, то есть текстового контента. Ну, мне всегда было трудно, особенно в отношении с люстрой, обсуждать мои концепции долгое время, после того, как прошел тот довольно особенный момент, когда мне приходит в голову мысль. Для меня написание текстов – это то, что очень часто происходит сейчас. Все, что я пишу, это что-то значит для меня прямо здесь и тогда, когда я это делаю, но вполне может покинуть мой разум в считанные секунды. Это то, о чем я размышляю время от времени. В какой степени музыка и искусство в целом приходят изнутри или извне. Я понимаю, что это может звучать как сурота Паблум в стиле New Age, но у меня было несколько случаев, когда мне казалось, что мелодия пришла ко мне, а не была чем-то, что я создал. Примерно во времена Сиренити я был очень увлечен медитацией, что может объяснить, почему я так подхожу к написанию текстов. Я бы не сказал, что в концепции пепла света есть что-то особенно глубокое. Я помню, что хотел, так сказать, вернуться к корням и написать что-нибудь ориентированное на тему природы. Но многие визуальные решения проекта Люстра крайне нетипичны для Black Metal. Несмотря на то, что фактически мотивы немного отличаются, кажется, что через них проходит какая-то общая красная нить, в основном связанная с природой или абстрактными темами с акцентом на атмосферу. Знаешь, если есть какая-то красная нить, связанная с произведением искусства, я бы сказал, что Люстра обычно имеет дело с такими понятиями, как ненависть, благоговение и удивление. Хотя мне кажется, что... Мало... Более... Что более человечный, чем страх исследовать, противостоять и принимать ну, выше упомянутые аспекты жизни. Я бы также сказал, что Люстра никогда не имел дело с тем, что уродливо и по-настоящему темно. Я думаю, что связано это все с тем, что мое время в гипотермии и подобных музыкальных проектах привело к тому, что мне было трудно даже касаться этих тем. Я помню, как я искренне боролся с типичными концепциями блэк металла, такими как индивидуализм и изоляция, поэтому я не мог заставить себя назвать третий альбом его оригинальным названием. Я проснулся от запаха весны. Но вместо этого решил использовать слово «Они». Довольно комичный в ретроспективе, и все же в то же время это было очень серьезно для меня и важно. Как вы можете достичь того особого места, где вы хотите и должны быть хотя бы немного ограничены своими собственными мыслями и чувствами? Как это сделать? Но, кстати говоря, гипотермия больше касалась концепций, связанных с депрессией, самоповреждением, самоубийством, злоупотреблением психоактивных препаратов и так далее. Судя по профилю этого проекта, также Нархцайт участвовал в ряде проектов со схожей направленностью. И, в принципе, давайте узнаем, что он может сказать по этому поводу. Знаешь, я бы сказал, что эти вопросы просочились в мою личную жизнь после участия в таких музыкальных проектах, и даже больше, чем после того, как я был частью этого заранее. Хотя некоторые вещи, безусловно, подтолкнули меня именно в этом направлении. Злоупотребление психоактивными веществами – это не то, с чем я когда-либо сталкивался, даже отдаленно. Но у меня есть предрасположенность такая к депрессии. И что касается люстры, я думаю, что довольно одинокий процесс создания музыки в составе группы из одного человека не совсем помогает, когда вы склонны к переменчивым настроениям. Однако, вероятно, это то, с чем приходится иметь дело большинству артистов. Было бы почти странно, если бы самоотдача не повлияла на вас эмоционально. А вы все еще слушаете эти старые записи сегодня? Те записи, которые вас вдохновили, и ваши записи? Был момент, когда у меня были серьезные проблемы с их прослушиванием, а также с музыкой, которую я обычно слушаю в те периоды своей жизни. Но это уже не так. Я был молод, и мне не хватало психологической зрелости, инструментов, необходимых для того, чтобы справиться со всем, что происходило внутри и вокруг меня. Я думаю, что музыка, которую я создавал в соавторстве, была слишком тесно связана с моими эмоциональными влияниями. И в то же время, тогда как сейчас, у меня есть возможность слушать и ценить ее, и не испытывая при этом такого же воздействия. Вот такое вот интервью. Как мы видим, что музыкант One Man Band Lustre довольно депрессивная личность. Он пережил много всяких эмоциональных сдвигов, но сейчас в более зрелом возрасте все позади, но при этом он продолжает творить довольно клевую, атмосферную и всеобволакивающую меланхоличную музыку, которая, как нельзя кстати, подходит в зимний период для прослушивания. Что ж, я надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, долбаните в колокольчик, подписывайтесь на канал, обязательно не забывайте и пишите в комментарии, что вы думаете о проекте Люстры и, может, вы знаете какие-то еще в данной стилистике, ну, кроме, конечно, Бессарабин Хиллс. Берегите себя и своих близких, слушайте хорошую музыку и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok